МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на Первом в Молдове. С вами Надежда Вербицкая и коротко о главных темах этого дня. Есть бюджет. Исходили не из политического цвета, а исходили от населенного пункта и дестинации. Главный финансовый закон страны принят в окончательном чтении. Бизнес в обиду не дадут. Генпрокурор запретил прокурорам вмешиваться в работу предпринимателей. Плати раньше, но меньше. Готовь лыжи летом, а летний отдых зимой. До конца раннего бронирования путевок остаются считанные дни. Одобрено. Государственный бюджет, бюджет социального страхования и медицинский фонд на следующий год утверждены в последнем чтении. Они предусматривают инвестиции в образование, инфраструктуру и целый ряд мер для поддержки социально уязвимых слоев населения. Дебаты по главному финансовому документу страны на 2020 год продолжались почти полтора часа. Ко второму чтению депутаты предложили 131 поправку к закону о госбюджете. Из них положительное заключение получили 63. Некоторые остались недовольны, что их предложение не приняли. Большинство избранников было от оппозиции. Я просто очень убедительно просил наших коллег из фракции социалистов не настаивать на своих амендаментах, а понять, в какой ситуации находится государство, в какой ситуации находится бюджет. Вам привести примеров, сколько Нусус Цине и Головатюку, и Василию Боле, и Фуркулице. И ничего страшного, мы понимаем всю эту ситуацию. Здесь говорили об Аргеевском районе, а в Аргеевском районе, извините, там больше миллиарда вложений. Но исходили не из политического цвета, а исходили от населённого пункта и дестинации. На следующий год предусмотрено доходов на 44 с лишним миллиарда леев. Примерно на 8,5% больше, чем в текущем. На 11% выросли и расходы, которые превысят 51 миллиард. Согласно документу, увеличение расходов обусловлено продолжением реформ, касающихся социальной защиты системы образования, а также обеспечения внедрения системы оплаты труда в бюджетном секторе. В то же время дефицит превысит 7 миллиардов леев, который большей частью будет покрыт за счёт финансирования проектов из внешних источников. А доходы и расходы Фонда медицинского страхования предусмотрены в размере 8 с лишним миллиардов леев. Медицинский полис будет стоить, как и в нынешнем году, 4056 леев. Скидки на него, соответственно, тоже не изменятся. В то же время и доходы, и расходы бюджета социального страхования превысят 23 миллиарда леев, почти на 10% больше, чем в этом году. Основные меры, которые привели к увеличению расходов – индексация пенсий дважды в год, увеличение на четверть пенсии по случаю потери кормильца, выплата пенсии в течение пяти лет в случае смерти одного из супругов или предоставление единовременного пособия в размере 700 леев обладателям пенсии ниже 2000 леев. Более 36 тысяч бюджетников в следующем году будут получать повышенную заработную плату. Парламент принял в окончательном чтении поправки к закону о единой системе оплаты труда в бюджетной сфере. Преподавателям зарплату увеличат на 900 леев, директорам детсадов и школ на 2500 леев. Больше станут получать библиотекари, сотрудники музеев и реставраторы. Кроме того, вернется годовая премия в размере 50% от основного оклада. Утверждены также ежемесячные надбавки в размере до 1100 леев за научное и научно-педагогическое звание и до 250 леев за почетные звания. В следующем году пересмотрят зарплаты и других категорий работников. Президент Игорь Дадон находится с двухдневным визитом в Российской Федерации. В Москве глава государства пообщался с патриархом московским и всея Руси Кириллом и пригласил его совершить пастырский визит в Молдову в этом году. Игорь Дадон заверил патриарха Кирилла в том, что наш народ будет и впредь хранить веру, и власть Молдовы будет уделять особое внимание сохранению традиционных ценностей и укреплению института семьи в обществе. Глава государства также встретился с председателем Совета директоров банка Сбербанк Германом Грефом. Они обсудили возможности реализации совместных проектов в нашей стране. В повестку дня главы государства входит и встреча со своим российским коллегой Владимиром Путиным, а также с вице-премьером России Дмитрием Козаком и президентом концерна «Газпром» Алексеем Миллером. На них обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества и проблемы в области энергетики. Игорь Дадон также примет участие в заседании экономического совета Евразийского союза, которое пройдет в Санкт-Петербурге. В город на Неве он отправился на скоростном поезде «Сапсан», который привел его в восторг. Дамы и господа, от лица компании «Российские железные дороги» приветствуем вас на борту высокоскоростного поезда «Сапсан». На своей страничке в соцсети президент написал, что хотел бы видеть подобный состав и у нас. Договоримся. С оптимизмом ответил на вопрос журналистов о переговорах по транзиту газа по Украине Владимир Путин. Трехсторонняя встреча, на которой обсуждаются условия транспортировки голубого топлива по территории соседнего государства, началась несколько часов назад в Берлине. Комментируя ее возможные результаты на ежегодной большой конференции, которая, кстати, длилась 4 часа, кремлевский лидер заметил, что Россия заинтересована в сохранении этого маршрута. Вопрос в объемах этого транзита и в сроках, на которые можно заключить контракт. При этом хочу обратить ваше внимание на то, что мы не собираемся заключать на какой-то срок контракт с тем, чтобы потом прекратить транзит. Нет, мы в этом сами заинтересованы. Мы хотим, это удобный маршрут. Кстати говоря, украинский маршрут в Европу длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю. Он длиннее и он для нас дороже. Но все-таки в центральную, в Южную Европу, это тоже маршрут отработанный, хороший. Мы готовы его сохранять. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике. От соглашения российской и украинской сторон выиграет и Молдова. Пока же молдавские власти подготовили несколько альтернативных сценариев. Один из них – подключение к Трансбалканскому коридору. Можно осуществить в любой момент. Сегодня глава Молдова ГАЗ Вадим Чабан написал на своей страничке в Фейсбуке, что все технические работы на магистралях завершены и к реверсу голубого топлива страна готова. В этом случае газ для 700 тысяч наших потребителей будет доставляться по территории Турции, Румынии и Украины. Соответствующие документы были подписаны ранее. Кроме того, власти позаботились о запасах мазута. Они обеспечат бесперебойную работу теплоэлектроцентралей в холодный период. Ни копейки долга. Национальная касса социального страхования сообщает, что к 19 декабря выполнила обязательства на этот год до последнего бана. Всего на выплату пенсии, компенсации, пособий и других видов социальной поддержки направлен почти 21 миллиард леев. У Национальной кассы социального страхования 40 подразделений по всей стране, которые обслуживают свыше 1 миллиона 200 тысяч получателей. Депутаты скрестили шпаги. Бурю негодования вызвало предложение блока АКУМ вести мораторий на действие закона о миллиарде. Инициатива вызвала как минимум недоумение. И главный вопрос – почему это не было сделано, когда вам принадлежали все министерские портфели? Социалистам пришлось устроить коллегам по альянсу ПДС по ПДМ небольшой ликбез. Воплощение в жизнь их предложения может привести к полному блокированию внешнего финансирования. А это ударило бы по обычным гражданам едва ли не так же сильно, как пресловутая кража миллиарда. Предложение ввести мораторий на так называемый закон о миллиарде озвучил вице-председатель парламента, представитель блока АКУМ Александр Слусарь. Там винитной, а честный проект деледжер. Все, аппликаем мораторию. Никакими мораториями эту проблему не решить. Это отсрочка, причем не самый лучший вариант. Это государственный долг, не просто государственный долг. Это государственные бумаги. И у них есть срок выкупа. Они должны быть выкуплены. Поэтому мораторий здесь невозможен. Это очень важно и, в принципе, это важно, что эти деньги будут идти в страну. И те, которые были responsables за этот фурт, в системе банкар, должны отвечать в руке. Но мы должны быть очень профессионистом. И я считаю, что этот проект деледжер, с помощью моратория, в том числе, в том числе, это, просто, один популистный. А социалисты добавили, это не просто популизм. Это политическое шоу, с помощью которого Кум пытается набрать очков, играя на чувствах и ожиданиях людей. Мы выбрали гуvernом Майасандо в июне этого года. Вопрос в том числе, в 5 лет, почему не пришли к формуле, как может быть аннулала Легия Милиардов? И сегодня, кто-то предлагает мораторию. Мораторию не может быть реальная. Есть один старт, Кларк. Не уничтожит ни ума лео в миллиардов, фурат. 2. Не с адресат на компании линтернационале, за что-то сделать у тендер, чтобы гасить в компании, которые сарат окупать, для recuperания баней, фурат. 3. Не уничтожит ни уматорию, ни уматорию, ни уматорию, макар, să anuleze Легия Милиардов, которая была votана при основании от первым-министром Филипп если не ошибаюсь на 26 септембре 2016. Дома Филипп и асумат ответы, потому что это было в отношении с женщинами. Майя Сандо, когда он ассентировал новый Меморандум с женщинами и получил договоры, не сказал макар что-то о Легии Милиардов в отношении партнерных интернациональных. В условиях когда в новом Меморандуме с МВФ закона Милиарда все еще остается условием обязательным к исполнению, наложение моратория может привести к прекращению внешнего финансирования, подчеркнули социалисты. Это означает что дестабилизация финансирования в 모든 институты изучения, санитет, санитет, и так далее. Поэтому абсолютно необходимо abordать ситуацию в комплекс в виду и implicание всех структур в статус депутаты напомнили, что в начале этой недели президент Игорь Дадон пообещал в скором времени представить инициативу о снижении давления на госбюджет долга, образованного вследствие краха трех проблемных банков. Они уверяют, что переговоры с МВФ и нацбанком на этот счет уже ведутся. Общая сумма выведенных из банковской системы денег достигает 13 миллиардов леев. Чтобы прикрыть образовавшуюся брешь, правительство взяло заему Национального банка в результате жители страны должны будут возвращать долг в размере 20 миллиардов леев в течение 25 лет. В этом году депутаты парламента совершили 45 официальных рабочих визитов за границу. Поездки были организованы в 20 стран мира. Какие мероприятия посетили наши парламентарии и куда они ездили чаще всего расскажет мой коллега Дина Руснак. Здравствуйте. Наши депутаты совершили 4 визита в Россию. Один из них носил официальный характер, а делегацию возглавила спикер Зинаида Гречаной. Два раза законодатели побывали на межпарламентских ассамблеях СНГ. Также они посетили международный форум развития парламентаризма. Три раза депутаты побывали во Франции. Цель была одинакова посещение сессии парламентской ассамблеи Совета Европы. Две поездки совершили в Румынию, еще две в Болгарию, где наши народные избранники посетили Данию, где приняли участие в совещаниях Всемирной Организации Здравоохранения. Спикер совершила также официальные поездки в Брюссель, Соединенные Штаты и Китай. В Пекине молдавская делегация во главе Зинаидой Гречаной приняла участие в Евразийском экономическом форуме. Кроме того, наши народные избранники побывали с рабочими визитами в Польше, Турции, Латвии, Албании, Казахстане и Исландии. Всего глава законодательного органа выезжала за границу пять раз, как и депутат Василий Боля. По три визита совершили парламентарии Кирилл Мацпан и Ливиу Вовк. Еще 28 народных избранников выезжали за границу один или два раза. Прокуроры больше не смогут вмешиваться в повседневную деятельность предпринимателей. В этом заверил генеральный прокурор Александр Стоиногло. Он подтвердил слова премьера Иона Кику, который заявил, что специализированные прокуратуры годами преследовали деловую среду. Кроме того, по словам Стоиногло, будут пересмотрены все дела, открытые до этого на представителей бизнеса. Я предупреждал прокурору специализированную прокурору intervenить на активизированную агенцией экономики. Это не означает, что агенцией экономики будут в основе логи, но все интервенции прокуратуры должны быть только после презентации документов respective от органов контролю, то есть инспекторат, фискал, ААНС, и другие органы. Мы сделали это из-за того, потому что есть, одевер, прокуратура и антикоруптия, и прокуратура комбатера криминого организации фарты дес аместиката на активитате агенцией экономики штитской практики фикарис оптимына афост эффектуаты шоу маскац арестыр в амин ворди афачер альты урмарир альты акцион дюрмарири Стояногла заверил, что будут пересмотрены все ранее открытые на бизнесменов дела. На пропиат тимп новом анализации дусар два дня назад премьер Ион Кику заявил на форуме диалог про бизнес что беззаконием в отношении предпринимателей занималась экономическая полиция в сговоре с представителями специализированных прокуратур. На форуме президент Игорь Дадон объявил что предложит законодательную инициативу о ликвидации экономической полиции в рамках структур подчиненных Министерству внутренних дел. Президент Молдовы приветствует принятую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Игорь Дадон напомнил в 40-х годах прошлого века война пришла в каждый дом искалечив сотни тысяч судеб. По словам президента хранить память о тех кто боролся с нацизмом святой долг каждого человека в то время как попытки героизировать эту идеологию извратить историю разрушить памятники это предательство тех кто погиб. Игорь Дадон считает что в день победы на улице молдавских городов и сел выходят тысячи людей именно потому что память о потерях еще жива ведь тогда беда пришла практически в каждый дом. За годы оккупации в Молдове погибли и были угнаны в Германию более 100 тысяч мирных жителей. 86 тысяч уроженцев республики из 380 тысяч ушедших на фронт не вернулись домой. 19 жителей этой земли удостоены звания Героя Советского Союза а пятеро стали полными кавалерами Ордена Славы. Именно здесь развернулась одна из самых кровопролитных операций Второй мировой Яско-Кишиневская в ходе которой погибли почти 90 тысяч солдат Красной Армии. Несколько лет назад Молдова присоединилась к акции «Бессмертный полк». Традиционно его возглавляет глава государства Игорь Дадон. Резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости внесла Россия в соавторстве с 60 странами. За нее проголосовали 133 государства. Производители фруктов расширяют свои рынки. Еще 23 фермерских хозяйства страны получили международные сертификаты качества и безопасности. Теперь они смогут экспортировать свою продукцию на рынок Европейского Союза. Сертификаты обязывают выполнять не менее 200 требований. Самое главное из них выращивание современных сортов, признанных в ЕС, наличие холодильника, современной упаковочной и сортировочной линий. Татьяна Павлюк из села Барладяна Окнецкого района владеет фруктовым садом, занимающим около 220 гектаров. В основном там выращивают яблоки, сливы, вишню и абрикосы. До сих пор большая часть продукции поступала на российский рынок. Но благодаря этому сертификату женщина намерена расширить рынки сбыта. Сертификаты не дают возможности экспортировать в Европу продукцию в мире и в пруне. Нужно попасть в Россию и в Европе в Европе не понимали в начале коржа. Мы для этого не приготовили. Мы садили к сорту итальян и построили фриджидер 2500 тонн. Мы сочетали в 2300 с линией сортировки в Оландии. Перформанты. Международный сертификат впервые получил и фермер из Приднестровского региона. Мы садили в Россию и Европу. Мы три антизили имплантаты с 30 дегитарей в мире, бруне, череш и каисе. Мы садили в мире и надежды с вашим желанием латы. И по словам представителей Министерства сельского хозяйства, квота, предложенная ЕС для молдавских яблок, составляет 40 тысяч тонн. Однако фермеры никогда не продавали более двух тысяч тонн в год, что составляет всего 5%. До сих пор только 50 сельхозпроизводителей в нашей стране получили международные сертификаты качества. То, что молдавских овощей в магазинах и на рынках зимой не найдешь, вызвано в том числе тем, как содержатся теплицы наших землевладельцев. Многие продолжают их отапливать дровами, используя давно устаревшие котлы. Однако большинство фермеров все же берут паузу до весны. Одним из выходов стало бы получение субсидий на установку современного отопительного оборудования, которое работает, например, и на энергии из возобновляемых источников. И хотя государство готово протянуть руку помощи, в последние четыре года не было подано ни одной заявки. По статистике, в холодное время года прилавки рынков и магазинов на 90% заставлены иноземными фруктами и овощами. Отечественных днём с огнём не найдёшь. Да и стоят они в разы дороже. А всё потому, что тепличное хозяйство у нас ведётся по старинке. А далеко ли уедешь на дровяном отоплении, которое само по себе недёшево? У Валентины Москул из села Башканы Креулянского района теплицы на двух гектарах, но половина из них зимой не используют. Остальные отопливаются дровяными котлами. Метода традиционаля, adicа дакам авиа батареи соларе, на швиде ничио эффект, че штиц куму на ное в Молдова соаре, канд ес, канд нуи, шкадак кулемне фаши фоку, и аи база и нэдежди каи фоку. Сар путь за сезон на дрова уходят полмиллиона леев, но заменит на экономичную систему отопления, хазяйки кажутся делом хлопотным и дорогим. Точно так же думают и поступают и другие владельцы теплиц, говорят в Национальной Федерації Фермеров. Если бы правила предоставления субсидий изменились, уверен Василий Морзенко, фермеры встали бы в очередь за дотациями. По данным статистики, в текущем году появилось меньше теплиц, чем в 2018-м. Если тогда Агентство по интервенции и платежам в сельском хозяйстве получило 81 заявку, то теперь всего 74. Накануне вечером на центральной улице Камрата под колеса угодил 13-летний ребенок. Перепуганный водитель, не теряя времени, отвез его в больницу. У пострадавшего оказалась сломана рука. Врачи диагностировали также ушибы. 48-летний шофер, по словам полицейских, был трезв, но в сумерках не заметил перебегающего дорогу ребенка. Ведется следствие. Далее, коротко о других происшествиях. Трагедия в Сен-Жирейском районе. 31-летний пассажир погиб на месте, а водитель был доставлен в больницу после того, как автомобиль, которым он управлял, вылетел с трассы и врезался в булыжник. Авария произошла вчера около 6 часов вечера на местной дороге между селами Хе-Чулноу и Елизавета. По данным полиции, 22-летний водитель, будучи под шофе, превысил скорость и не справился с управлением. Алкотест показал, что в выдыхаемом им воздухе содержалось 54 сотые миллиграмма на литр алкоголя. В машине находились два пассажира 31 и 23 лет. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего. Долго не навещали стариков, а когда пришли, нашли мертвыми. В селе Горбовец Новоанянского района невестка, пришедшая навестить свекров, нашла тело супругов на стадии разложения. Приехавший с полицией судмедэксперт не нашел следов насильственной смерти. Вероятнее всего, пара отравилась угарным газом, включив газовый котел, у которого не было дымохода. Мужчине было 64, его жене 58 лет. По данным следствия, родственница заглянула к старикам лишь после того, как соседи сообщили ей, что давно не видели их. Правоохранители задержали 50-летнего жителя столицы за употребление и распространение наркотиков. Он организовал в своей квартире наркопритон. За мужчиной вели слежку в течение двух месяцев. В ходе обыска в полиции обнаружила приспособления, предназначенные для употребления наркотиков, белый порошок, растительную массу со специфическим запахом 11 веток засушенной марихуаны. Если бы подозреваемому удалось продать психотропные вещества, он бы смог выручить 30 тысяч леев. Мужчину задержали на 72 часа. В случае признания вины ему грозит до 6 лет тюрьмы. Любовь зла 56-летний житель села Китрашиканово Единецкого района был приговорен к 3 годам тюрьмы за то, что ударил молотком свою сожительницу. По словам прокуроров, он выпивал вместе с пострадавшей и еще двумя знакомыми. После того, как гости ушли, между ними разразилась ссора и мужчина нанес три удара молотком по голове. Ранее он был привлечен к ответственности за бытовое насилие и приговорен к 200 часам общественных работ. Хотят, как филат. Механизм освобождения экс-премьера приносит свои плоды. 14 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению в резинской тюрьме, объявили голодовку. Они требовали досрочного освобождения или сокращения срока из-за бесчеловечных и унизительных условий. Сегодня после визита представителя Минюста арестанты голодать передумали. Их заявление проанализируют, пообещали чиновники. Пресс-секретарь госадминистрации пенитенциарных учреждений Олег Пынтя подтвердил информацию, но отказался сообщить более подробную, заявив, что позже распространит пресс-релиз. Согласно некоторым источникам, осужденные к пожизненному заключению просили суду условно освободить их на основании Старого уголовного кодекса. Документ предусматривал возможность освобождения из тюрьмы по истечении 25 лет. Задержанные прибегли к голодовке после того, как бывший премьер-министр Влад Филат воспользовался этим путем и был освобожден после четырех лет и двух месяцев тюрьмы. При этом он был приговорен к девяти годам тюремного заключения за извлечение выгоды из влияния и пассивную коррупцию. Президент страны Игорь Дадон предупредил, что такая возможность, предоставленная по закону заключенным бывшим правительством, будет иметь серьёзные последствия для общества. Риск есть еще больший. В последний месяц когда министр был уверен, что криминальные власти с дозой и умер были вибрации с таким же принципом. Но если мы не делаем регулирующие на данный день и на сентябре, то люди, которые умерли. Действующий уголовный кодекс предусматривает возможность условного освобождения только после 30 лет лишения свободы. Эту жизнь они увидели с изнанки, с первых дней лишённой любви, тепла, семьи. Они называют своим домом холодные стены интернатов. Едят, играют, спят по расписанию. Они никогда не видели море, горы, большие города. Даже столицу своей родины, Молдову, большинство из них знают только по фотографиям. Они сироты, порой при живых родителях. Дети со взрослым взглядом отчаянно ждущие чудо. Всё, что осталось в их жизни, это мечты. Не все из них могут исполнить даже добрые волшебники. Но мы попробуем сделать так, чтобы этот Новый год запомнился им надолго, чтобы чудо и сказка пришли в их жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Не верится, конечно, что есть такие дети, которые мечтают не об игрушках и конфетах на Новый год. Единственный подарок, который они готовы вымаливать у Деда Мороза, дать им родителей. Именно этого хотят Михаэла и Ливиу, ребята из Центра временного размещения АМИК в селе Ларго. Дать им то, что дети просят, не в силах никто. Но чтобы внести в их жизнь немного красок, мы отправим ребят в большое путешествие на Кремлёвскую ёлку в Москве. Михаэла очень вежливая девочка. Ей уже 11-я научатся в 4-м классе. С Ливиу, которой старше её на 4 года, они встречаются по дороге после школы и вместе идут нет, не домой. В Центр временного размещения АМИК, который заменяет им дом. Ливиу попал сюда несколько лет назад. Тогда же его устроили в местную школу. Учёба мальчику давалась не сразу. вставка, вставка, Даже иногда мне сказали, что у меня была садована лекция. Даже иногда и обезья, и у меня была в центре, но сейчас все изменилось. Сейчас Леви уроков не пропускает и даже стихи первым тянется рассказать. Но больше всего мальчик любит делать что-то своими руками. Снежинки у него получаются лучше всего. Когда мы виноваты, мы виноваты, мы готовы. Малин Кимир, Малин Кимир. Михаила воспитывалась в неблагополучной семье, в Центр Временного Размещения ее привезли несколько лет назад. Чуть позже здесь же оказался ее четырехлетний брат Сережа. Сейчас он всюду следует за ней по пятам и лечит ее разбитое сердце. Сердце Михаила рисует для своей подруги, которая постоянно говорит, что любит ее. А к любви эти дети тянутся словно цветы к солнцу. И, может быть, благодаря этим крупицам, им, обделенным родительским теплом, удалось сохранить добро в душе. Они очень отзывчивы, говорят сотрудники Центра МИК, и готовы делиться и горем, и радостью. В преддверии новогодних праздников все дети собрались, чтобы украсить новогоднюю елку. И пока одни хотели бы под ней увидеть в дар конфеты или игрушки, у других желания абсолютно нематериальные. Центр Временного Размещения МИК работает с 2006 года. На данный момент там воспитывается 21 ребенок. Жителям Кишинева будет чем заняться в новогодние праздники. Власти представили программу рождественской ярмарки в столице. Ее откроют 21 декабря в субботу в 6 часов вечера. Тон праздника будут задавать оркестр Лаутарии и группа Алекс Каланча Бэнд. Ярмарка будет работать с 21 декабря по 10 января в сквере Кафедрального собора в центре столицы. В течение трех недель по выходным, включая Рождество и Новый год, там будут проходить концерты. За это время на сцену выйдут Sunstroke Project, Нелли Чабану, Вали Багян, Катарси, Сани Шуарапуйко и многие другие популярные исполнители. Ярмарка завершится 10 января галоконцертом. Для посетителей будет обустроено несколько зон развлечений. Они смогут посетить с детьми домик Санты, повеселиться на каруселях, сделать снимки на память, насладиться зимними кулинарными изысками и приобрести подарки для родных. Ярмарка будет открыта ежедневно с 12 до 22, в выходные дни с 10 до 22. А в ночь на 1 января программа работы будет продлена до 2 часов ночи. Мероприятие организовано правительством и мэрией Кишинева. Плати меньше, но раньше. Возможность спланировать свой летний отдых есть уже сейчас. Ранее бронирование – популярный термин, который знает каждый уважающий себя турист. Это сезонные предложения, которые дают возможность сэкономить на туре, если купить его за 3-6 месяцев до поездки. Хороший отдых по приемлемой цене. Реальность или миф? Об этом в нашем сюжете. Период скидок начинается по-разному. В этом году с ноября и до марта месяца включительно. Специфика такая – чем ближе к марту, тем меньше скидка. Поэтому чем скорее путешественник спланирует свое очередное приключение, тем лучше для его кармана. Столичные туроператоры предлагают этим летом слетать в Грецию, Черногорию, Хорватию, Болгарию и Турцию. Последние два направления – самые популярные. В Турции хорошую четверку на первой береговой линии с учетом проживания в течение семи ночей на двоих взрослых. С питанием по системе все включено, с авиаперелетом и включенной медицинской страховкой. По раннему бронированию можно забронировать от 920 евро. За месяц до отъезда, я думаю, что эта путевка обошлась бы вам евро на 270-280 дороже. 30% от конечной суммы тура клиент платит сразу, остальное – в течение периода, который остается до отлета. Но сразу появляется вопрос, а есть ли риски. Если у путешественника изменятся планы, и он решит отменить отдых, вот здесь загвоздка. При форс-мажоре сумму вернут и удержат 30%. Если причина не веская, подобную ситуацию лучше заранее уточнить со своим турагентством. Другое дело – страх, что заплатишь, а фирма сбежит с твоими денежками. Вы можете поинтересоваться, я являюсь вашим потенциальным клиентом, я хочу заключить контракт, но я хочу быть уверен в том, что, грубо говоря, вы не испаритесь. Я бы хотела увидеть нормативные документы. Как правило, акции по раннему бронированию проходят два раза в год – летом и зимой. Летом можно спланировать отдых в холодное время года, а зимой подобрать себе летний тур. Палата представителей США проголосовала за импичмент Дональду Трампу. За – высказались 230 конгрессменов, против – 197. Нижняя палата американского парламента пришла к выводу, что президент виновен в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Дальнейшие слушания по этому вопросу пройдут в Сенате. Верхняя палата начнет их рассматривать, но уже в рамках судебного процесса. Об этой и других новостях в мире в нашем коротком обзоре. В свою очередь, сам Дональд Трамп назвал произошедшее политическим самоубийством Демократической партии и подчеркнул, что таким образом они пытаются аннулировать голоса десятков миллионов американских патриотов. Глава Белого дома также выразил уверенность, что он будет полностью оправдан в Сенате. Отметим, что для объявления импичмента президенту необходимо не менее двух третей голосов сенаторов, то есть 67. Так как в текущем составе Сената республиканцы занимают 53 места из 100, вероятность голосования в пользу инициативы демократов фактически сводится к нулю. Напомним, поводом для разбирательств стала информация о том, что американский лидер оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении сына Джо Байдена в обмен на разморозку военной помощи. Четыре человека пострадали в результате стрельбы рядом с торгово-развлекательным центром в городе Сан-Антонио, штат Техас. Раненые были доставлены в местную больницу, их состояние стабильно. Между тем, сотрудники полиции не смогли задержать стрелков. Трое злоумышленников скрылись с места преступления на машине. О возможных мотивах нападавших пока не сообщается, ведется следствие. В Калифорнии 17-летняя девушка угнала и разбила небольшой частный самолет King Air 200. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как юная угонщица перепрыгнула через забор и забралась в кабину воздушного судна. К счастью, самолет был неисправен и не смог взлететь. Прокатившись по парковке, барышня врезалась в одно из зданий аэропорта. Прибывшие на место инцидента полицейские отметили, что девушка была в растерянности и вела себя странно. От сотрудничества со следствием она отказалась. По данным Всемирной организации здравоохранения, число курильщиков по всему миру снижается. Причем в последние годы отказываться от сигарет стали не только женщины, но и мужчины. Основной причиной снижения числа курильщиков стали более жесткие меры в отношении табачных компаний. Если в 2000 году курил в среднем каждый третий житель планеты старше 15 лет, то к 2025-му, по прогнозам ВОЗ, вредная привычка останется лишь у каждого пятого. Таким был этот день со свежими новостями. Команда «Первого» в Молдове будет ждать вас завтра в 6 вечера и 21.00. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»